Гандболистки Ярославны стали серебряными призерами чемпионата России в высшей лиге. Им удалось перевыполнить план тренерского штаба и остановиться в шаге от выхода в элитную суперлигу. Впрочем, и серебро Ярославны – хорошее достижение. Сегодня с этим успехом команду поздравили в Ярославской мэрии. В мэрии гандболисток ждал накрытый стол. Им есть что отметить. Прошлогоднюю бронзу чемпионата России они сменили на серебро, шагнув на ступеньку вверх за счет мастерства и опыта. Есть костяк опытных игроков, на которых лежит весь этот груз и ответственности, и физической нагрузки на площадке. Они решают по большому счету все. В гандбольной команде на поле шесть игроков, седьмой вратарь. Амплуа на 100% для сильного пола. Но Ярославна играет в чемпионате среди женских команд, поэтому ворота защищает очаровательная девушка Полина. Мои напарницы защищаются как могут до последнего. Мое дело взять мяч, который я должна. Ну, конечно, не берющихся мячей нет, но все-таки бывают промахи. Серебро чемпионата Ярославна завоевала в матче в Ставрополе. Кстати, наши девушки все игры турнира проводят на выезде, поэтому их серебро, пожалуй, дороже золота. Я понимаю, благодаря чему достигаются результаты. Это благодаря, конечно, в первую очередь вас, самих, ваши желания, ваша настойчивость и вообще такой образ жизни спортивный. Яркий пример такой настойчивости – карьера Анны Фроловой. Родив ребенка, она вернулась в гандбол. В игровых видах спорта так поступают нечасто даже суперзвезды. Я хотела завязать со спортом, но родивший. Прошло месяц-два, я поняла, что я не могу без него. Я в четыре месяца, когда была ребенку, пошла опять заниматься. Ну, я, наверное, просто для себя сделала вот, что я погибну без спорта. Ярославна начнет сезон лидером высшей лиги. Это хороший стимул замахнуться на золото и стать чемпионом. Евгений Полковников, Михаил Орлов.